И если сейчас видео все-таки оборвалось, да, ну то есть в плане новая серия, вы не понимаете в чем дело, это охотники за привидениями, и это следующая серия, нас походу атаковал зефирный человек. В этом раз я ни при чем, клянусь. И я не... Рэй, подожди, здесь ничего нет. Рэй, подожди, не проверяем, и не успешно. Я в порядке. Но не работает. Встреча с миньономом бога? Это никогда не было предпочтения. Но в теории, я думаю, что это не будет. Но в данном случае, не попадая. Ну ладно. Ага. И почему это остановить людей, которые не знают больше? Да, чувак. Что мы? В ФВА? Мы должны открыть дорогу через эту дверь. Я немножко не... Вперед! Вперед! И не такое уж. Вкусное. Смесью кленового сиропа, воды, желатина, тетрасцедуя, ээ... перофосфата и зла. а для них много надо а я не могу типа сфоткать этот момент а так и не покрывать тело тебе нормально зефирка на лице дорожно так призрак бродяги бродящий призрак ласпиати большинство города берет свою дань с людей особенно с тех кто находится на дне общества и нью-йорк не исключением многие бродяги из так изгои встретили свой печальный конец и некоторые из них все еще тут остались так остаются пытаясь привести к этому концу и других 2 бродяги хорошо 3 бродяги хорошо так перегревчик а чтоб не было ай-яй-яй-яй а вот а вот в гости кафе в этом году в 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 л д в в в в я не успеваю читать потому что опаснее это вот эти на самом деле бомжи ветерки они то уничтожаем еще человек от всех хотя бы их можно вернуться в такую я хочу быть резкий но это мне нужно прокачать полностью акул подождите сколько денег девичка так у меня это куплено принципе нет как это можно за 18 кусков купить в сайте в сентябре сайт я за всех что то задание что за отборник я слышал замок крыльев О нет, о нет, о нет, Гаргулья. Три Гаргульи. Класс 6. Мультиплые контакты. Класс 6. Так. Так. Резун. Каменная Гаргулья. Телекинетик, класс 6. Появляется, когда обычные каменные Гаргульи становятся одержимыми мощными существами из призрачного мира. Телекинетик класса 6 сохраняет все преимущества камней твердости и прочности, подкрепленные большой порцией энергии. Они сильны и опасны, но уязвимы к ударному урону. Ого, хорошо, запомнил. Все создания класса 6 появляются открытой враждебности. В столкновении с ними необходимо соблюдать высокую осторожность, чтобы свести к минимуму риск потери невидимой жизни. Так, а теперь вопрос, как мне так провернуть. А, и все? Эй, я помню, какую игру «Призраки и Гаргулья». Мы играли в нее, когда я находился в сценарии. «Призраки и Гаргулья». Что может быть глупее этой игры? Ты с собой возникранный гостя с лучшим не носишь? Так, мусорчик. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Давай-давай, вставай, вставай! Давай-давай, вставай, вставай! А наша машина вода где? Тихо, где-где-где, понимай сразу, потому что еще один. Ё-моё. Ох, блядь. Так, в машине просто подвиньте его. Что за бред, блядь, мы к машине его притащить что-ли не можем. Вставай, вставай, вставай! Неужто? Фух, ё-моё. Так, призрак-строитель. Оживленный призрак класса 6. Ага, бригады рабочих, которые стреляли, так, строят мосты и небоскребы. Это храбрые души. С момента подъема Манхэттена на новые высоты произошло немало несчастных случаев. Они падали с больших высот, тонули в бетономешалках и сгорали в горячем смоле. Так, город построен на косях этих жертв строительство. А теперь они начали свою новую карьеру, разрушая построение. Так, дальше, где? Ага, каменные рухи ли? Там еще был один вид помойщиков или типа того. Чё, его не заснял? Так, еще немножко, и я опнусь себе. Хотя у нас машина есть. Что это за крюлья? Это не вапорайзинг, это слишком много. Это слишком менее. Ты чё? Я думал, что движение Мартинейша еще не случилось. Что же, здесь нам пойдет? Эй, пойдем в этот период, там мы сможем обогнать зефирку. Мы можем... Это объект? Либо ты, или Эггон, Либо Рей, или Эггон. У меня хватит на сегодня зефирного парада. Пошел в путь. Поехали. Жутко... Жутко свежо. Жутко свежо. Да вы шутите. Приятель, давай, пожалуйста, ты со мной пойдешь, я не хочу один туда идти. Так, поизучить. Зачаровная ведерко Гальяна. У всемирно знаменитого мага Анжела Гальяна был старый брат Рональд, о котором говорили, что он еще более талантливый маг, чем Анжела. Но Рональд не умел выступать перед публикой и вкладывал свой талант в сооружение, где не нужна была сцена. Тайм-скверл. Это выглядит как наш тикер. Этот танк уничтожает газ везде. Это уничтожает безопасность, что он? Я хотел проверить эти первые, но, как мы выявляем этот путь сегодня, вы должны быть уверены, что я модифицировал ванну, который обычно вытаскивает партикл-стрим. Вау! Это как в начале Хрисмаса. Как раньше? Они начали Хрисмаса в начале Хэллоуин. Санта пришла в доме, как Дракула. Босы и дарт должны сделать это. Вы должны вернуться. Какой-то? Взбегай! у у с самостоятельно и снарядить но если там обычно работают кадет но я в основном горячая связь сестра подумать и использовать в будущем и я у нас есть отцена ловушка и киеве это прототип петера понимаешь кто-то прислал нам записку где говорится что нам будет но это было я мы пытались собрать заданную больше быстро действующего орудия получает призраков но на работе но иначе моя жизнь ничего не угрожает этот аппарат способен с ним расправиться все молча динамичный фреш о тихо так трехпалый дженкинс сказочный без так сказочная бездонна бутылка трехпалого дженкинса хорошо известного наирска наирскаивающегося бродяги ходившего по рельсам в 1930-х и 1940-х годах согласно легенде его звали быстрый дженикс до договора как он продал самую дорогую для себя вещь в обмен на нести к мою бутылку сиропа он кашлял так кашлял в тысячу девятьсот сорок с седьмом а от кашля тысяча девятьсот сорок с четвертом году тайм скверл а где должно хватить а тут новое увеличение мощности базовой частиц иммунитет к урону от базовых частиц ну блин вы хотите чтоб я это просто ловушку не улучшил да нихера ослабление пластин магнитного буфера ловушка позволяет перевести существенный заряд энергии на обмотку вторичного захвата таким образом значительно повышается периметр срабатывания ловушки если призрак окушена рядом с зоной открытия ловушек его можно быстро потянуть к ней полностью исключив этот этап развертывания конуса время от времени через отверстие подачи блока происходит непроизвольный выброс плазмы об так об не стоит об смысле об об не стоит волноваться хоть есть и сведения что можно получить ожог я помню я помню он свой простейший такой звук он напомню что он в Так, какой-то бар. Отос-бар. Скорее всего, какая-то отсылка, да? Ух, рыбак этот, в саргассе. Гендерберг, опера. Разве её не закрыли после пожара, во время которого погибла целая трупа аксёров? Я читал озвучку. Как жёсткие человечества. Я должен... Жадный продюсер, они вновь открыли её неделю назад. Это мы. Это должно быть что-то очень плохое. Граба full scan. Граба full scan. Хорошая идея. Вероятно, стоит повыше рассмотреться. Дома мы здесь не одни. Так точно. Ау подождём. Вы лучше не трогай. Как я думал. Как я думал, тёмная слезь. Токсичка. Тёмная слезь довольно опасная форма эксплуатации. Это я принадлежу одежду, чтобы защитить нас от дряни. Другими словами, такие пятна выносят не удастся. Угу. Слушайте себя. Мечерастия. Презрак оперы. Валькирия. Осторожней! Берегите уши. У неё и не только... Это она немного прочная, не думай. У нихераси. Призрак оперной девы. Так, свободно-бродящий призрак. Ласт 4. В популярной и долгоиграющей бродвейской адаптации эпической оперы Вагнера «Кольца небе лунгов» роль Вангирды использовала всемирно известная Карлота Капритти. Это была её самая знаменитая роль. Но во время ошеломлительного всплеска овации, после окончания Арии, Карлоты под всей труппой обнаружилась сцена. Так, под всей труппой обрушилась сцена, которая, мягко говоря, и так держалась на одном честном слове. Трупа погибла, но Картола после этого так и не прекратила петь. Трупа погибла, но вы не можете оставить его. А я тут думаю, она же еще даже не пела. Так, еще одна. Вот, блядь, дикрик. Если сейчас не до этого, горгуль. Четыре! Эй, сюда! Возьмите это обратно! Эй, сюда! Возьмите это обратно! Тихо-тихо-тихо-тихо! Ой, тихо-тихо-тихо-тихо! Кто там уже упал у меня? А тебя... Подняли уже. О, нет! Не скрыть страницу! Я на моем пути! На твоей стороне! Ух! 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 Ну ладно, плевать. Ух! Просто, как же это было сейчас и сейчас мы перед нами в долгу. Брячее. Гидрагризские опера просто ужасно. Хуё моё! Тайм-сквере. Великое воплощение пространства, сверкащее великолепие. Скажите-ка, это он? Эган, как близко стоит подъехать, чтобы... Как можно ближе. Что он задумал? Он что-то высматривает. Ну что-то, а может кого-то? Что же он может там высматривать? Посмотрим. На улицах Нью-Йорка, как вы успели заметить, воцарился полный хаос. Власти делают всё возможное, чтобы прекратить панику средненаселения и поддерживать это. Это просто безумие. Зефирный моряк... Так, морячок, герой популярной детской телевизионной передачи. Впал в ней... Это уже не тот зефирный человек, которого мы помним. К счастью, опаньки за привидениями уже побыли, чтобы навести здесь порядок. Я должен все поручиться и начать все шансы. Нужно... Нужно... Нужно переместиться отсюда куда-то. Старый держать все. Двери опасно, опасно. Переходи за голову. Что же? Останавливать только если ты перестанешь к нам и войдешь в здание. Двери, ребята, отвлекайтесь, чтобы он... Мы знаем, что ты там, Рэй. Я не думаю, что он любит это. Да, он нашел нас. Держи... Так, посмотрим. Зефирный моряк. Так, аватар пришельца, класс 7. Кот это являлся просто талисманом одной из корпораций. Он стал гигантской... Так... Угрозой после того, как Гозер, могущественный шумерский бог, был вынужден применить эту форму физического проявления, выбранную охотниками... То есть... Рэймом. Хотя... Они все пытались очистить свой разум. Рэй подумал о своем любимом символе детства. Зефир изначально был побежден охотниками за привидениями, которыми скрестили свои лучи на портале Гозера. Что привело к протонной реверсии. Неизвестно почему и каким образом Зефир вернулся. Но без портала в произнорочный мир, скрещивание лучей для повторного победы нам, так над ним, скорее всего, ничего не даст. Тихо, куда мне бежать? Да, я лечу его. Я лечу его. Он тебя на желтый. Вдохит его с Бозоны. бозон даркс бозон даркс у него даже как почти не снимаются а мне же в дом нужно зайти под да было сказано о них рено себе приятели я тебя понял ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-я все я врубился но и новая способность а так как они в сфере см как и дротики все обрубился векам спецназа смениврируйте наставать отменения приближайся к нему карта стратегии так как у них маккан маккан хочет кафе короче просто стреляем Убиваем его этих, гумьонов, сладких. Полетели, полетели. Здесь, я как понимаю, нету, да? Здесь в основном битва с боссом. Воу, воу. Есть еще наподобие такой же игры. Ой, а могу внутрь зайти? Понимаю. А наподобие есть такой игры, но там тоже мифические всякие монстры. Легенды называют, или как-то так. Нормально, нормально. Живем, живем. Мне помогать не хочешь с ними? Понимаешь, трафики большие. Опа, оттуда можно быть на чеку. Порядок, как у них здесь. Перед вами лишь мысленные аватары, пришельцы пятого класса. Ну, профессионалы, всем спокойно выйти на улицу, без резких движений. Какого? Да, нужно, короче, резко делать это. Ой, я внизу нашел что-то, искал. Так, нужно попасть на верхнем этаже. Так, линия Асмодия. С 1965 года было выпущено лишь пять моделей классного, так, красного телефона компании Телеко. По слухам, дозвониться с этого телефона могут лишь те, кто находился при смерти. Находился при смерти. Так, ребят, если, короче, ничего не изменится... Хотя, давайте... А, все. Я не знаю, не знаю, есть ли тут еще что-то будет, нет. Довольно, хватит. У меня чуть сердце не остановило. В следующий раз я не выдержу. Расслабьте, сэр, но и со всем справимся. Оставайтесь на ланч. Зачем покидать здание? Все пройдет тихо. Зачем ты меня так брил? С этого момента я тебе не буду слушать. Вот, конечно, меня каким образом узнал, что сегодня ваша жизнь, кажется, в опасности, и подумал про себя. И надо было взглянуть. А, прошу вас нас извинить. Так, ладненько, я не знаю, скорее всего, это последняя битва. Блин, ну это же самое говорил тогда, когда появился зефирный человек. Я не думал, что будет еще какая-то похода в городе. Но вдруг сейчас именно, именно последняя. Держись дальше и будь веселее. Ладно, давайте, что ищет зефир, мы узнаем, в принципе, в следующей серии. Если все-таки, 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 все-таки короткое, просто после моих упрощений будет продолжение. Поэтому не отключайтесь. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok